Грамота, благодарность с работой. Все представленные дипломы и характеристики Алексея Рыбушкина, по мнению адвоката, должны были убедить суд в том, что задержанный человек исключительно положительный. И держать его под стражей нет никакой надобности, а можно перевести под домашний арест. Человек не судим. Жена в декрете. Малолетние дети. Какие аргументы еще говорить о том, что он имеет постоянное место жительства, собственность, имущество, зарплату. И родители, и супруг готовы выплатить и залог, и обоснованно, мы говорим, есть домашний арест, который ничем не отличается практически, только человек находится дома. Никаких контактов. По версии следствия, заместитель начальника правового управления исполкома Алексей Рыбушкин придумал схему, по которой исполком проигрывал суды и выплачивал долги фирмам, которые были связаны с Рыбушкиным. Таким образом, бюджет Казани недосчитался от 54 миллионов рублей. Вина обвиняемого Рыбушкина подтверждается показаниями обвиняемых Мухудинова, Гарипова, Рузанова, показаниями свидетелей Борисова, Бакирова, Шеслама, Каюмова, Жезлова, протоколами следственных действий, изъятыми вещественными доказательствами, иными материалами уголовного дела. Следователь настаивал сегодня на продлении срока содержания под стражей. Такую же позицию занял и прокурор. Адвокат Рыбушкина отметила, что ее подзащитный готов уже сейчас начать возмещать ущерб, разделив 54 миллиона на всех фигурантов дела. Однако причастность свою к совершению преступлений не подтверждает. Якобы по моему указанию он что-то делал уже в 2013 году. О предыдущем допросе говорит, что я ему только изложил все якобы в 2014 году. То есть его показания обвиняемого, Гарипова, Захалавча, который против меня колевещет, они уже не соответствуют. Они друг другу даже не соответствуют. Тем не менее суд, выслушав стороны, решил оставить Алексея Рыбушкина под стражей еще на два месяца. По словам следователя, дело очень сложное. Рыбушкина подозревают в совершении мошенничества в особо крупных размерах и фальсификации доказательств. Санкции статей до 10 лет лишения свободы. Светлана Белова, Максим Голубцов, Максим Зуйков. Телеканал Эфир. Санкции статей до 10 лет лишения свободы.